Добрый день! Сегодня мы попробуем закоптить рыбу в домашних условиях. У нас есть вот такая небольшая, маленькая коптильня. Она состоит вот крышка у нее такая и внутри решетки, на которые соответственно укладывается рыбка. Еще у нее в конструкции есть поддон. Потом мы об этом расскажем позже, когда будем уже полностью загружать рыбу для копчения. Дома я замариновала рыбу, используя специи. Кориандр, сушеный лук, сушеный чеснок, соль, перец, перец чили. Ну то есть, то, что каждый любит по вкусу. У нас есть караси, у нас есть щука. она уже замариновалась, она мариновалась примерно часа четыре. И у нас есть один маленький сазан. Берем наши решетки и по очереди на них берем решетки и на решетки аккуратненько укладываем нашу подготовленную промаринованную рыбку. Она должна еще немножко на ветру постоять, чтобы немножко она подсохла. укладываем, и она будет у нас стоять, немножко подсыхать, обветриваться минут сорок. Тем временем у нас прогорают уже дрова. Значит, они должны прогореть до хороших углей. Будем ожидать, пока прогорают дрова. Итак, продолжаем. Вынимаем из нашей коптилки поддон и на дно укладываем равномерным слоем немного опилы. Можно использовать ольховые, можно использовать фруктовых сортов деревьев. я думаю, что в принципе вот столько хватит. Еще положим сюда для аромата фруктовые палочки. Это в данном случае у нас из черешни. Равномерно их распределяем и аккуратненько тоже равномерно чтобы он был симметричный ставим наш поддончик. Теперь мы смотрим. Наша рыбка уже подсохла. Лишняя влага с нее сошла. Устанавливаем на поддон одну порцию и сверху вторую. После этого накрываем нашу коптилочку крышкой. Сюда же для того, чтобы образовался гидрозатвор вот сюда въем в бороздочки наливаем некоторое количество воды. Обычной чистой воды. Сейчас она распределится. Вот, видно. Она распределилась по всему периметру. Дрова у нас угли уже прогорели. Естественно, мы относим нашу коптилку на угли. И будем смотреть. Как только отсюда появится дым, засекаем 25-30 минут. В данном случае для рыбы немного нужно времени. И будем коптить. Через определенное время я вам покажу, что будет. так вот мы поставили нашу коптилку уже на угли. Прошло буквально минут 7-10 и мы можем наблюдать уже из этой дырочки идет дымок. Значит, процесс копчения пошел. Мы засекаем 35-45 минут наверное мы будем коптить эту рыбу. посмотрим в общем итак прошло 45 минут я думаю что уже наша рыбка готова снимаем да вполне она готова уже от шкурки отходит все сейчас мы коптильную эту снимем чтобы она рыба сама остыла своим ходом и потом будем снимать и раскладывать на тарелке угощать друзей